Некоторые представители самой мирной религии ислам хотят закидать мой канал жалобами и заблокировать его. Шлют мне угрозы, а также сообщения с нецензурной бронью в огромных количествах. Если же случится что-то со мной, то прошу это считать полной победой православия над исламом. По логике этой говорящей головы попа, если что-то случается с представителем той или иной религии, это говорит о превосходстве этой религии над остальными, правильно? Получается только, что крестопоклонник заявил, что ислам ежедневно в тысячу раз превосходит все остальные религии. Это нас ежедневно тысячами убивают, начиная от Сирии и заканчивая Палестиной. Это нас ежедневно сажают в тюрьмы. Это наших женщин, наших детей насилуют. Это наши братья, уйгуры находятся в концлагерях. Концлагеря в 21 веке по отношению к мусульманам. Это в нашей мечети врываются с оружием. Это нам не дают совершать наши обряды поклонения. Не вам. Вы только что ознаменовали полную победу ислама над всеми остальными религиями. Мусульмане часто говорят, что их религия самая чистая и нравственная. Давайте посмотрим, что об этом говорят Коран, хадисы и толкования. Я буду приводить только достоверные исламские источники. Итак, Ибн Кассир в толковании на Коран 4.24 говорит, что со слов самого Мухаммада этот аят позволяет насиловать пеленных замужних женщин. Вся сущность крестопоклонников проявляется в этом видеоролике. Ответим на первый его аргумент. О, говорящая голова. Ислам запрещает насиловать женщин. И либо вы некомпетентны в этих вопросах, тогда зачем вы вообще лезете в эти вопросы. Либо вы, зная истину, пытаетесь ее скрыть, что говорит о вашем лицемерии. В Суре Ан-Нур 33 аяте Всевышний Аллах запрещает принуждать рабы невольниц к распутству. Запрещает это действие. А то, что привел этот крестопоклонник из Суры Ан-Ниса, даже ребенок поймет, что это недозволенность на изнасилование. Это дозволенность на близость с рабынями и невольницами. Да, но это не довод на дозволенность близости против их воли. Либо этот человек реально профан, не разбирается в вопросах ислам и еще пишет. Ислам за одну минуту. Либо это самый настоящий лживый лицемер. Очередной лживый лицемер. Дальше больше. А то, что Библия переполнена ранними браками, это ничего? А что возраст венчания, установленный 100 главным собором для девочек 12 лет, это ничего? А то, что Марья вышла замуж за Иосифа, когда ей было около 12 лет, а ему практически 90, это ничего? А что Муса, алейхи салям, сказал в книге числа, глава 31, стих 17. Итак, убейте всех детей мужеского пола, а всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте. А всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя. А как 40-летний Исаак взял в жену трехлетнюю Ревекку, о чем говорят сами же иудеи и признают это. Но ваш разум не позволяет это признать, потому что здесь либо тогда Библия получается не цикличная, либо тогда все-таки ей было три года, когда она вышла замуж. Авраам вернулся и получил новость о том, что родилась Ревекка. Это был в тот период, когда умерла его жена Сара в возрасте 127 лет, а родила она в возрасте 90 лет. Получается, Исааку было 37 лет, когда родилась Ревекка, а в возрасте 40 лет он женился. Не надо иметь высшее образование или знать математические основы квантовой механики, чтобы от 40 отнять 37. А про 8-летних девочек, венчавшихся на Руси, тоже забыли? Имам Ассадий в Толковой НКМ-654 говорит, что этот аят касается в том числе правил развода с маленькими девочками, у которых еще не наступили месячные. Как человек, имеющий красный диплом, у которого в образовательной программе был предмет логика, я с полной ответственностью заявляю, что у этой седой говорящей головы крестопоклонника нет никакой логики. Как аят о разводе девочки, да, у которой не наступили месячные, связан с изнасилованием и совокуплением. Ведь для того, чтобы развестись, необязательно для этого должно быть совокупление. Если представить, как 15-летний мальчик взял 11-летнюю девочку в жены, что часто практиковалась на Руси, но у нее еще не наступили месячные, и потом он развелся с ней согласно этому аяту. Это что, говорит о том, что он ее изнасиловал, если не было никакой близости? Логика отсутствует у этого человека. Из-за всего этого в исландских странах ежегодно страдают миллионы маленьких девочек. Дорогие мусульмане, я за вас очень переживаю. Разве в таком разврате может быть истина? Это даже близко не стояло с той высокой нравственностью, которую нас учит Иисус Христос. Какой заботливый и переживающий старче. Ведь выход девочки в возрасте 12, 13, 14 лет замуж по своей воле, по своему желанию, это является развратом. А изнасилование маленьких девочек, маленьких мальчиков против их воли в монастырях, в церквях, это не является развратом. Это то, чему, наверное, вас учили. Только это уже не учение Раиса, алейхиссалям. Так как вы не следуете ему учению. Элементарно. Церковь в той форме, в которой вы имеете сейчас, она не из учения Раиса, алейхиссалям. И те обряды поклонений, которые вы совершаете, они не из учения Раиса, алейхиссалям. В заключение хотелось бы обратиться ко всем тем людям, которые думают принять ислам, но при этом сомневаются после просмотра подобных видеороликов от профанов. Не берите знаний об исламе от подобных людей. Они не разбираются в нашей религии. Они никогда не отличались справедливостью, не то что по отношению к исламу. Они не отличались справедливостью по отношению к своей же религии. Если вы хотите узнать об исламе, узнавайте от представителей и носителей данной замечательной религии. У нас есть большие ученые, у нас есть большие студенты, которые отвечают на все вот эти вопросы. И в исламе нет ничего подобного, о чем заявляют вот эти седые говорящие головы, которые лишь лицемерят и лгут. Лгут не то что на нашу религию, лгут на свою религию, лгут на чужие религии, лгут везде и повсеместно. Эти люди несправедливы. Поэтому если вы хотите найти справедливость, если вы хотите принять ислам, принимайте не задумываясь.